Добрый вечер или добрый день или доброе утро, неважно какое время сейчас. Главное, чтобы оно было добрым. С вами программа «Духовная дипломатия» и Михаил Маргулис. У нас в гостях Сергей и Татьяна Никитин. Давай, душа, давай, проникнем в заграду. Там розовый трамвай бежит по снегопаду. В кофейне за углом поджаривают зерна. И лестницы излом пропах напитком черным. И лестницы излом пропах напитком черным. Поджаривают зерна в кофейне за углом. Доброго вам времени в любое время суток. С вами Михаил Маргулис и программа «Духовная дипломатия». Итак, у нас сегодня в гостях человек универсальный, священник, богослов, философ, писатель, психолог. Это наш замечательный гость, Игумен Евмений. Мы очень рады вас видеть сегодня. И приступим сразу к нашим разговорам. Вот скажите, пожалуйста, в мире сейчас катастрофически увеличивается число психически больных людей. Если я правильно помню в вашей книге или в статье о неврозе, вы как бы упоминаете цифру 400 миллионов людей в мире больных страдает от невроза. Понятно, почему такое происходит. Увеличилась скорость мира, события меняются ежеминутно. И, конечно, самое главное, что огромный неуправляемый поток информации свалился на хилое человеческое сознание, тело. И человеку очень трудно справиться с этими возможностями, которыми он обладает. И лекарства, как мы знаем, не помогают. И многие какие-то советы не помогают, как этого избежать. И у меня такое впечатление, что, возможно, мир скоро превратится в огромную психиатрическую больницу, где и врачи, и пациенты будут как бы все одинаково больными. Ну, потому что мне кажется, что конец мира – это же не обязательно какой-то новый ледниковый период, или новый всемирный потоп, или ядерная катастрофа. Конец мира может быть различным. И может прийти конец мира, когда мир станет психически неуравновешенным в таком массовом мировом масштабе. Есть ли средства для борьбы с этой лавиной, с этим ледниковым периодом для мозга человека? Давайте вместе порассуждаем насчет невроза и почему человек находится в таком состоянии непростом. Смотрите, мир современный перегружен информационно. Вот статистика такая интересная, что сегодня один воскресный номер газеты «Нью-Йорк Таймс» содержит информацию столько, сколько человек 18 века получал за всю жизнь. То есть мы перегружены катастрофической информацией, и мы из «ми», из жизни, вот, которое вижу, слышу, чувствую, живем в символах образа, то есть мы живем в уме. С вами Михаил Маргулис и «Духовная дипломатия». И, как всегда, я вам уже говорил, мы начинаем нашу программу с песочных часов. Напоминаю вам, что время в этой жизни не возвращается. Мы также забыли большой ключ бронзовый, которым мы символически открываем ваши сердца для задушевного и искреннего разговора. Но неважно, главное, что мы есть, и мы снова встретились, и мы продолжаем наш разговор с человеком, с которым я вас уже познакомил. Это, ну, не просто человек, это воплощение, если говорить высокопарным языком, нашего времени, нашей эпохи человек просто необыкновенно. Я даже не знаю, как ему, мне объяснять этого человека. Это выше моих слов. Просто Евгений Александрович Евтушенко. Мы продолжаем с ним разговор. И я хотел бы, Евгений Александрович, чтобы вы продолжили наш разговор своим стихотворением «Дай Бог». Хорошо. Дай Бог слепцам глаза вернуть и спины выпрямить горбатым. Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распятым. Дай Бог не вляпаться во власть и не геройствовать подложно. И быть богатым, но не красть. Конечно, если так возможно. Дай Бог быть чертым калачом, Несожранным ничьей ушайкой, Ни жертвой быть, ни палачом, Ни барином, ни попрошайкой. Дай Бог поменьше рваных ран, Когда идет большая драка. Дай Бог побольше разных стран, Не потеряв своей однако. Дай Бог, чтобы твоя страна Тебя не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы твоя жена Тебя любила, Даже нищим. Дай Бог лжецам замкнуть уста Глаз Божий, Слыша в детском крики. Дай Бог В живых узреть Христа, Пусть не в мужском, Так в женском лике. Не крест, Без крестия мы несем, А как сгибаемся у Бога, Чтоб не извериться во всем. Дай Бог, Ну, хоть немного Бога. Дай Бог всего, Всего, Всего. И сразу всем, Чтоб не обидно. Дай Бог всего, Но лишь того, За что потом Не станет стыдно. Я хочу еще спросить, Не забыть, Господин президент, Вот у вас страна, И вот вы уже ответили, Опять религия, Вашим спокойным, Равно таком, Ну, Равноценном отношении, Хотя вы с такой положением, Чудесно, Географическое. И как вы вот смотрите? Знаете, Я может быть скажу Несколько такую Неприемлемую, Может сразу, Для вас мысль. Вы знаете, Вот эти межрелигиозные конфликты, Войны, Они рождаются не потому, Что есть столкновения Между конфессиями. Вот допустим, Мусульман, Католиков, Православных И прочих Протестантов, Они не поэтому возникают, А потому, Что эти чувства Религиозные, Грязные подонки В политике Пытаются использовать. Добрый день, Или добрый вечер, Или доброе утро, Какая разница, Какое время сейчас? Главное, Чтобы оно было добрым. С вами программа Духовная дипломатия И Михаил Маргулис. Но сегодня мы ведем Нашу программу Не из нашей студии Во Флориде, Как обычно, А в совершенно уникальном Экзотическом месте Мы находимся вместе с вами. Сегодня мы находимся В столице Южной Кореи, Сеуле. Сегодня мы находимся В телестудии, В известной телестудии Манмин Ти Ви. И наш гость Сегодня необыкновенный гость, Гость, который влияет На жизнь миллионов людей, Наш гость, Человек, который оказал Огромное влияние на весь мир, И благодаря которому Очень много людей, Тысячи, тысячи людей Получили исцеление В этой жизни физическое, Душевное и духовное. Все это я говорю О докторе Джей Рокки Ли, Имя которого вам Наверняка известно. И я хочу, чтобы Среди примерно 20 миллионов людей, Которые будут Смотреть и слушать Эту программу, Нашлись те люди, Которые сердцем и душой Почувствуют присутствие Этого необыкновенного человека. Итак, представляю вам Доктор Джей Рокки Ли. Доктор Маргулис, Я очень рад нашей новой встрече. Очень приятно, да. Я знаю, что вы очень заняты Поездками по миру, И я вам очень благодарен, Что вы нашли время Посетить телевидение Манмин. Вы прекрасно выглядите, И мы очень рады Встретиться с вами. Доктор Джей Рокки Ли, Я прошу вас ответить На вопрос, который Я задаю Многим выдающимся Людям мира. Вопрос, который касается Будущего Нашей жизни. Я думаю, вопрос, который Касается сердца Каждого человека, Который слушает нас И смотрит сегодня. Что вы, доктор Ли, Думаете о будущем Нашего мира? Многих людей волнует вопрос, Что произойдет с ними в будущем? Некоторые люди Высказывают свои предположения. Но только через Внимательное прочтение Библии Мы можем понять, В какое время мы живем. В Евангелии от Матфея Сказано, «Ибо восстанет народ на народ И царство на царство И будут глады, моры И землетрясения по местам» Все же это начало болезней. Эти слова из Матфея Исполняются в точности. В моих общениях с Богом Через молитву Я по Его милости Получаю откровение о том, Что случится в будущем. Мне бы так хотелось Сообщить людям О безоблачном будущем, Чтобы мои слова Наполнили их радостью И надеждой. Но, к сожалению, Господь сообщает мне Совсем другое. Мы постоянно слышим, Что во всем мире Изменяется климат, Происходят катаклизмы, Распространяются Страшные болезни. Но что еще более печально, Число подобных угроз Стремительно растет. В настоящее время Все эти страшные события Случаются все чаще. Редактор субтитров А.Семкин Добрый день, дорогие друзья. С вами программа Джесси ТВ. Я сразу же хочу Представить вам Нашу замечательную гостью, Которая приехала Из Финляндии. Мы ее очень-очень любим. И вам будет Очень интересно Сегодня Вообще быть с нами. Это Нина Астром. Нина, хай. Терви Тула. Китос. И вы можете Начать играть Своим альбом. А я буду говорить По-английски. Она будет играть Тоже по-английски. Спасибо. Играет громко. Играет громко. I will keep you company, sit with you tonight With the morning light, you'll see I will keep you company, in your head, in your heart In your ears and your eyes, always by your side You can close your eyes now You can go to sleep, cause I'll stay with you Stay through your dreams Sustaining and carrying Do you understand? I've been here all along I will keep you company, in your head, in your heart In your ears and your eyes, always by your side I will keep you company, in your head, in your heart In your ears and your eyes, always by your side It's been a long day But tonight is even longer I will keep you company, in your head, in your heart In your ears and your eyes, always by your side I will keep you company, in your head, in your heart Take care, in your eyes, baby I won't be trustees That's what the term she is So I can get me Not at all I need you As you can get such a cup For theوقters And to ever All this As well uments But I want you to feel that I need to speak You To Продолжение следует... 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 Продолжение следует...